Услышать голос тела, ощутить единение с природой – это главный секрет долголетия. Кто им владеет и что нужно делать, чтобы быть здоровым? Ответы на эти и другие вопросы знают участники Центра Серебряного Волонтерства. Они проходят мастер-классы по оздоровлению в рамках реализации партийного проекта «Единая Россия. Старшее поколение» и национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и социального развития Карачаев-Черкесии. Альбина Ламкова побывала на одном из занятий в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Скандинавская ходьба – это больше, чем фитнес или спорт. Минимум усилий, максимум пользы можно извлечь, если взять на прогулку вот такие вот палки для ходьбы и отправиться в лес или же на «Зеленый остров». К тому же подышать чистым воздухом. Активисты Центра Серебряного Волонтерства испытали на собственном опыте пользу от профессиональных тренировок, которые проходят на спортивной площадке в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Борис Михайлов давно занимается скандинавской ходьбой. Он не знал, что есть особая техника, которая во время движения разгружает суставы на 30%. Стал активнее, стал веселее. Так что все это способствует укреплению здоровья. Я многим рекомендую этим заняться. Имеет большой опыт в скандинавской ходьбе Жанна Логвинова. Она открыла свой секрет долголетия. Благодаря активному образу жизни Жанна Владимировна ни разу не обращалась к врачу и не ходила в поликлинику. Каждый божий день с 2013 года, как только дочь мне купила скандинавские палки, я прихожу сюда и занимаюсь. И вдруг появляется Марина и говорит, что все мы ходим неправильно. И мы начали учиться ходить правильно. И на сегодняшний день я готова даже участвовать в соревнованиях. Руководит региональным отделением Федерации северной ходьбы Марина Очинова. Она обучает правильной технике. За постоянные вклады и участие в реализации социально значимых мероприятий, направленных на поддержку активного образа жизни граждан старшего поколения, в этот день вручили грамоты и благодарственные письма. Их получила и руководитель регионального центра серебряного волонтерства Екатерина Борисова. И наши волонтеры серебряные, в Черкесии активных 50-70 волонтеров есть. Я им предложила приходить на тренировки, смотреть, что такое северная ходьба, участвовать в соревнованиях. И многие из них согласились. И вот еженедельно, два раза в неделю мы приходим, тренируемся. В рамках реализации партийного проекта мы решили присоединиться. Сегодня здесь граждане с активной жизненной позицией, можно так сказать, которые еженедельно собираются и занимаются скандинавской ходьбой. Проведение тематических мероприятий в рамках реализации партийного проекта с привлечением граждан пожилого возраста запланировано много. Они будут продолжаться до конца года. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.